Всем доброе время суток. У нас сегодня немножко необычное видео. Давно мы с вами не виделись. Наверное, уже больше недели не выходили мои видео, если мне память не изменяет. И вы, наверное, уже думаете, что я свой канал забросила, забила на него, но на самом деле это не так. Просто в последнее время у нас катастрофически не хватает времени. Как вы видите, мы сейчас находимся на съемках. Снимается сериал. Старшая моя дочка София, она снимается в кино. И мы заняты с ней, у нас очень плотный график сейчас, мы заняты с ней практически по 20 часов в сутки. Мы спим всего там 5 часов от силы. Еще совсем недавно я не ездила с Софией, она ездила сама на все свои съемки. Но с недавнего времени мне приходится постоянно ее сопровождать, так как корейские мамы меня, мягко говоря, не понимают. Мое желание вот это воспитать самостоятельных детей в Корее. И вот такой менталитет, такое правило, что родители, в основном это мамы, конечно, так как папы работают, а мамы не работают, занимаются детьми. Так вот, эти мамы, они полностью погружены в жизнь своих детей, они просто растворены в жизни своих детей. Их жизнь уже не принадлежит им, это не их жизнь, это жизнь их детей. Это не важно, чего касается, будь то учеба, будь то спорт, будь то какие-то там... Вообще, абсолютно не важно, чем занимается ваш ребенок, вы должны в Корее принимать полностью участие в его жизни. И не так давно эти прекрасные корейские мамы заявили моему ребенку, просто задали такой вопрос ей, правда ли твоя мама является твоей родной мамой? С намеком на то, что родная мама не может так относиться к своему ребенку, что ребенок сам ездит на съемки, ездит на автобусе. Представьте себе, я была в шоке, когда мне ребенок рассказал об этом, и мне ее стало так жалко, и теперь я вынуждена постоянно ездить с ней, и у меня на свою какую-то жизнь не осталось совсем времени, мало того, что на свою какую-то жизнь, ладно, там, YouTube, все это мелочи. Так у меня еще есть младший ребенок, Ангелинка, она в садик ходит, но и на нее совсем у меня теперь нет времени, и муж вынужден заниматься теперь младшим ребенком, так как я занимаюсь старшим. И он в ущерб своей работе, своему бизнесу, он теперь занят ребенком. В общем, я выговорилась, поплакалась вам, все на душе стало легче. И главное, что хочу сказать, что Софии это очень нравится, сбылась ее мечта, она всегда мечтала стать Пеу, Йонга Пеу, это как по-русски-то, господи, господи, быстрее бы сообразить, да. Актер, актрисой, актрисой кино она всегда мечтала стать. Мечта ее осуществляется, и ребенок тоже, вот мы на улице проводим очень много времени, сегодня это было очень холодно, и мы, родители все замерзли, а дети вообще были легко одеты, и они замерзли настолько, что у Софьи просто отнимались ноги, и она свои ноги засовывала в редкие вот эти вот перерывы, да, между съемками. Она мне засовывала их подмышки в мой вот пуховик, представьте себе, они просто анимевали у нее ноги, и настолько было холодно детям, настолько им было тяжело, тяжело, это, ну, просто легко сказано. И тем не менее, я думаю, все, и вот я сейчас спрошу, Софья, ну все, ты поснималась, да, хватило тебе, наверное, что вы думаете? Она говорит, нет, мам, все, это вот мне нравится, это мое, неважно, там, мертвая, полуживая, там, голодная хоть какая, но это мое, я буду этим заниматься. Это жесть, конечно. Но, что делать? Сердцу-то не прикажешь. В общем, я сняла это видео для того, чтобы вы не отписывались с моего канала. Будет много видео, будет очень много видео, я очень, мне, как и Софии, да, нравится заниматься этим, так и мне очень нравится заниматься Ютубом, и мне есть очень много чего рассказать, очень много чего показать, и все это будет обязательно, но вот такой небольшой перерыв случился, вынужденный, не по желанию, а, так сказать, по обстоятельствам. Я всех вас люблю, всех целую и до новых встреч!